МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Константин Барышев. Я приветствую вас на программе «Экспедиция». Сегодня у нас в гостях ученый, полиоантрополог, ведущий научного блога Станислав Владимирович Дробышевский. Добрый день! Здравствуйте! Ну и первым вопросом, что для вас конкретно значит научная деятельность? Как вы пришли к этому? И почему вы популяризируете науку? В последнее время я больше популяризирую, чем создаю эту самую науку. Пришел я очень просто. Еще в детстве я читал книжечки. И у меня была книжечка «Палеонтология в картинках». Вот у нас за спинами всякие скейлетики прекрасные, там все шкафы набиты. И вот этим всем я интересовался самогаденчеством, можно сказать. И знал лет там, ну, с какого-то дошкольного еще даже возраста, что буду палеонтологом, буду изучать динозавров. Ну, динозавров я не очень изучаю, но поступил, тем не менее, на биофак. А уже на биофаке определился с антропологией. И вот, собственно, занимаюсь палеонтропологией, древним человеком. Ключевым наставником вы сказали, для вас являлись книги. А был ли какой-то человек, кто сподвиг вас на прочтение этого материала? Ну, мои родители, очевидным образом, папа и мама, они покупали мне с братом эти все книжечки, записывали в библиотеке. Ну, и я уже потом самоходно ходил в библиотеки, читал. Ну, покупать там не сильно много чего можно было. Ну, просто я вырос в Чите, там не так много продавалось чего-то такого ученого. Ну, все, что появлялось, ну, и тем более, когда родители ездили куда-нибудь, там какие-нибудь командировки, тоже привозили. Ну, и вот из этого все и вырастало. А в университете, понятно, преподаватели университетские, ну, там Елена Николаевна Хрисанфова, в частности, которая вот мы, ну, и руководила уже таким научным образом, ну, она меня немножечко направляла. Ну, вообще, как бы весь коллектив кафедры и вообще там МГУ в целом, ну, биофака, очевидно, потихонечку, помаленечку своим бытием, на самом деле. Не то, чтобы кто-то мне там подходил и говорил, вот, прочитай эту книжечку. Ну, это было бы странно. Вот, а просто как бы своим примером бытия меня направляли. С тех пор я такой. На биофаке, выучившись, я стал преподавателем, то по факту я больше преподаватель. Науку я некоторое время творил довольно-таки активно, но потом как-то так получилось, что, ну, творение науки, оно нужно, там, трем человекам на планете, ну, в моей области, по крайней мере. А популяризация науки, как выяснилось, нужна многим. Ну, и там, истечение многих обстоятельств сложилось, что я вот в основном популяризирую. Ну, популяризация науки, она вообще нужна, ей даже более того необходима, чтобы общество знало о существовании, как минимум, науки. Потому что люди достижениями науки готовы пользоваться, но очень многие люди вообще без понятия, откуда все это берется, и принимают это как данность. Что вот у нас там солнышко восходит, а в кармане телефон. А как этот телефон работает, или почему мы не болеем, да, откуда у нас нету эпидемий в последнее время, ну, кроме коронавируса, и почему именно эта эпидемия стала возможной, вот про это люди не знают, это какая-то мистика. И вот такое магическое мышление, оно не полезно, на самом деле, в масштабах общества, ну, потому что одно поколение, два поколения еще в режиме, ну, как бы, инерции может так существовать. Но если это будет зашкаливать, вся наша цивилизация провалится в тартарары и исчезнет. И хорошей жизни больше не будет, мы снова вернемся в какой-нибудь там средневековье, или там в неолит какой-нибудь. Будет не очень хорошо. Снова будем жить по 30 лет, регулярно голодать, ну, и болеть там, все такое прочее. Я этого не хочу ни себе лично, ни своим детишкам. Я хочу, чтобы в будущем люди были умненькие, разумненькие, все человечество в целом, жило хорошо и имело некоторое будущее, улетело, там, не знаю, на другие звезды, сотворило новую вселенную и что-нибудь такое там эдакое сотворило. Ну, они уже сообразят. У них будет мозгов больше, чем у меня. Вот они придумают, как этим распорядиться. Но надо им для этого почву подготовить, а это может сделать наука. То есть можно, конечно, существовать и без науки, как показывают там самые разные традиционные общества, но выше этого традиционного они не перепрыгнут. Да, можно там пасти овец каких-нибудь, да, там растить пшеницу, арбузы, там еще что-нибудь такое делать, охотиться там на кроликов каких-нибудь, ну, более крупного мы всего поистребили, вот оно уже в таком виде скелетов. Но далеко мы так не уедем. А у планеты есть срок годности банально. Говорят астрономы, буквально-таки позавчера товарищ Сурдин рассказывал, что у нас остался всего миллиард лет. У нас жизнь на планете существует 4,5 миллиарда лет, а остался один. Маловато. И надо успеть за этот миллиард лет победить энтропию, создать новую вселенную, преобразовать себя, чтобы жить в каких-то новых условиях, ну, как минимум, там, долететь до новых звезд, собрать обратно расползающуюся всю эту вселенную, потому что она расползается, бесконечно расширяется. Это сверхзадача. У нас всего один миллиард лет. И начинать надо уже сейчас. Да, как гласит песня, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он в миллиард лет. Вот, как вы сказали, у человечества остался миллиард лет. В одной из ваших лекций, слышал такой момент, вы упомянули про пользу ГМО. Как, расскажите, генная инженерия может помочь современному человечеству выжить? Ну, по моему глубокому убеждению, это единственный способ человечества выжить. Потому что мы, когда живем, тратим ресурсы и мусором каким-то гадим обратно. И мы так быстро потребляем ресурсы и так быстро производим вот эту всю дребедень, какой-то мусор, что скорости эволюционировать нашей не хватает, чтобы к этому приспособиться. У нас длина поколения 25 лет, а ресурсы, потребляемые гадимы, каждый день. И это несопоставимо совершенно. То есть за примерно 200 лет, вот такой промышленной революции, там даже 150, наверное, мы израсходовали все главные месторождения. Вот только что мне тут водили экскурсию. Вот месторождение Малахи-то уже нет, месторождение Чарои-то уже нет, там какой-нибудь Бирюзы тоже уже нет, того-сего уже ничего нет. Это за всего ничего. Даже если взять всю цивилизацию, 5 тысяч лет, пусть 10 тысяч лет, мы за это все извели. И как же двигаться иначе-то, дальше-то никак. А длина поколения у нас все та же, она даже немножко растет. Поэтому, чтобы приспособиться к новым условиям, мы должны поменяться сами биологически и менять окружающую действительность активно, потому что окружающая действительность точно так же не поспевает на самом деле. Ну какие-нибудь бактерии приспособятся, это не вопрос. Но нам не нужны, чтобы потом на планете жили одни грибы и бактерии, а мы бы там в виде скелетика вот таких вот где-то лежали в земле. И даже некому полюбоваться будет в музее, это же вообще обидно. Но вот бактерии не будут любоваться, они будут нам питаться. И значит, надо себя менять активно. Раз уж мы люди разумные, мы должны менять себя разумно. Предлагались разные способы, в частности, какая-нибудь там Евгеника, когда вот неправильных в печку, а правильных в Либбисборн. Это неправильный метод, это не наши способы, мы это решительно осуждаем. А правильный способ, чтобы неправильных людей не было вообще, а были правильные. Ну вот, допустим, я неправильный, да, у меня зрение плохое, какая-нибудь там грудная клетка кривая и весь такой хиленький и там немощный, да. А каждое лето мне нужно копать в Хотелево 15 метров земли. Вот я, конечно, копаю, но скриплю. И не факт, что у меня надолго так хватит в таком режиме. А я бы не против, чтобы у меня были загребущие лапы, я бы рыл там вообще без всякой лопаты, со страшной силой, как рот. Вот, и чтобы соображал получше, чтобы там язык, наконец, хоть какой-нибудь кроме русского выучил, мне бы это не помешало совсем. Ну и чтоб смотрел, как орел. Вот, вы тоже в очках, тоже, видимо, какие-то проблемы есть. Вот, а почему бы не смотреть хорошо? И это можно сделать, оседлав как бы нашу генетику. Потому что, ну, не все определяется генетикой далеко, но многое, по крайней мере. А то, что не определяется, можно заопределить, на самом деле. Ну, по крайней мере, улучшить, там, немножечко направить. Сейчас есть первые шаги в этом направлении. И счастье, что мы живем в такое время, когда мы можем про это вообще задуматься. То есть, что там, не знаю, сто лет назад про это вообще не могли задуматься, потому что и слова «ген» в общем особо не было. Ну, может, слово было, но что это значит, там, не особо кто понимал. А теперь мы знаем, и у нас есть прямо-таки методики. То есть, на всяческих растениях мы это уже можем сделать, на грибах. А на человеке пока еще никто не решается, ну, кроме китайцев. Они молодцы, они будут первыми. А мы потом будем сосать лапу и говорить, ой, как-то так, импортозамещение, надо догонять и перегонять. А они уже будут сверхлюдьми. Вот, а надо делать уже сейчас. Ну, не обязательно сразу на человеках, понятно, это опасно и нехорошо. Но тренироваться нужно, ну, хотя бы на цветочках для начала, чем, собственно, сейчас генетики немножко занимаются. И ГМО, многие люди этой аббревиатуры боятся, да, действительно, ну, потому что есть черный пяр. Можно сделать сорт какой-нибудь картошки, там, я не знаю, или помидор, очень классный путем мичуринской вот такой селекции, долго старательно отбирать, но это будет просто долго. Получим мы все то же самое, что ГМО, ГМО делать гораздо сложнее, технологичнее, зато гораздо быстрее. То есть надо вначале воспитать поколение генетиков, ну, и, там, биотехнологов, да, биоинженеров, а потом они при щелчку пальца сделают супер какой-то организм, который не будет мерзнуть, его не будет жрать плодожорка какая-нибудь, там, не знаю, плесень на нем не будет расти, и будет еще обалденно вкусная, полезная, там, с витаминчиками. А то, что оно ГМО, какая разница, ген, он и есть ген. Ну, получаем мы селекцией или получаем его, там, склепывая эти нуклеотиды друг с другом, это, в общем-то, без разницы, честно говоря. Но те, кто не умеют делать ГМО, имеют крутого конкурента и пытаются его загасить через людские страхи. А люди склонны бояться всего непонятного и неожиданного, если им сказать ужасное ГМО, картошка с генами скорпиона, она от вас съест, или вы там съедите, и у вас клешни вырастут. Ну, многие люди на полном серьезе в такую бредительную верят и боятся, и говорят, ой, у нас там, не знаю, шины автомобильные без ГМО, или там соль поваренная, да, там, натрий-хор без ГМО. Ну, как бы, такие бывают, там, сахар какой-нибудь без ГМО. Но не надо этого бояться, это, как я уже сказал, видимо, единственный способ нам на планете вообще сохраниться, потому что такими темпами, как мы разрушаем свою планету, ну, а цивилизация неизбежно к этому приводит, на самом деле, и пока никто эту дилемму не решил. Либо мы себя меняем, и окружающий мир в том числе, ну, либо мы тупо вымираем в ближайшие, там, 300 лет. Ну, цифра от болды немножечко, ну, порядок где-то такой, ну, учитывая темпы, с какими скоростями мы все это делаем. То есть боязнь происходит, по большей части, от незнания людей. Да, поэтому я, собственно, занимаюсь популяризацией, ну, и не только я, и все, в общем, биологи, ну, кто занимается популяризацией, все примерно в одну дуду дудят. Ну, вот это не потому, что она скупила, там, рептилоидное правительство мировое, ну, а потому что это просто правда жизни. Ну, и, в принципе, какой угодно организм на планете является ГМО, потому что генная модификация – это мутация, а мутация происходит каждый день. Каждое деление клетки имеет, там, порядка трех мутаций, ну, таких мало-мальски значимых, чаще всего, кстати, вредных, что характерно. А при генномодификации такой искусственной, инженерной, мы можем сделать полезные мутации. Конечно, тут же начинаются страхи, а вдруг ужасные ученые туда сделают что-то такое вредное и ужасное. Но нет, ученым не надо делать что-то вредное и ужасное, потому что они тоже хотят жить, у них тоже есть детишки, и они, ну, максимум, что вредного они могут захотеть – это заработать деньги себе. Но, как бы, почему-то, когда кто-то хочет заработать деньги, я не знаю, там, на продаже квартир, это вроде как благородно, да, или там банковские операции, которые, ну, на самом деле, вред чистой воды, это, как бы, вроде нормально. Или там юриспунденции какие-нибудь, да, там адвокаты, там, трясут с народа деньги. А почему-то, если я хочу сделать картошечку, чтобы она вкусненькая была, и чтобы ее, там, не знаю, колорадский жук не жрал, это какой-то ужас-ужас. Это неправильно, это дискриминация генных модификаторов. А вот ваш проект направлен на развенчание мифов, по большей части. Расскажите, какие еще абсурдные мифы вам доводилось разрушать у людей? Я, честно, вот, разрушать мифы не очень люблю. Это полезное занятие, оно необходимое. Но когда мы создавали антропогенез, мы даже с самого начала хотели именно этим не заниматься. Вот прям целенаправленная цель была не бодаться вот с этими всеми фриками, как бы, да, заниматься нормальной популяризацией науки. Но практика показала, что вообще-то тоже это необходимо. То есть это просто один из видов деятельности. Нужно давать правдивую информацию, и да, приходится развенчивать всякую бредятину. А вот, расскажите, есть такая страшилка, возможно, покажется бредом, но когда наступит глобальное потепление, говорят, появятся какие-то виды бактерий, которые растают и убьют всю популяцию Земли. Ну, как вы сами сказали, это чушь. Потому что в вечной мерзлоте, да, там всякого замороженного хватает. Более того, там многое чего оживляли. Там какие-то цветочки проращивали из семян замороженных там 40 тысяч лет. Каких-то калавраток оживляли, нематод, там еще что-то такое. И оно там, да, живет. И вирусы там находили, что характерно. Ну, потому что они где угодно есть. Но вот эта страшилка, что вытаит какой-то ужасный вирус или бактерия нас всех сожрет, это такая чушь. Ну, это просто банальное незнание банальной какой-то микробиологии. Потому что все эти вирусы и бактерии, они достаточно специфичны на самом деле. Ну, я уж молчу, что большинство из них не способны все-таки так долго жить. Тем более, что если это вирус вне клетки, где-то там весь на мерзлоте. Семечко какой-нибудь там смолянки ускалицной, оно гораздо более жизнеспособно в этом смысле. Эти все вирусы, они предназначены для кого-то. Если это был вирус, который жил там, не знаю, в мамонте, в человеке он, скорее всего, жить не будет. И более того, тогда, когда образовывалась вечная мерзлота, люди тоже были. Если уж они не сдохли все тогда, то с какой стати мы помрем сейчас? За эти, скажем, 40 тысяч лет, с момента образования вечной мерзлоты, мы переболели столькими болезнями, что у нас иммунитет намного круче, чем у тогдашних карманьонцев или каких-нибудь андертальцев. Поэтому если уж они от этого не померли, то уж мы-то не помрем гарантированно практически. Потому что мы после этого пережили эпидемию холеры, чумы, оспы и там черти чего еще, коронавирус только что, уже настолько живучие остались. Мы, может быть, не такие сильные физически, это да, потому что мы уже там за сыгаками не гоняемся по степям. А в плане вирусологии мы супер монстры, и мы суперустойчивые. Тем более, что у нас есть теперь медицина. И вот последняя, скажем, эпидемия коронавируса показала очень наглядно, но это все-таки ни в какие рамки сравнения не входит по сравнению с какой-нибудь там чумой или холерой. То есть смертность, да, была повышенная по сравнению с гриппом, с каким-нибудь. Но паники относительно коронавируса было на порядок больше, чем, собственно, самого вреда от коронавируса. И есть такое мнение, я вот не готов сейчас к какие-то дискуссии лезть, но вот у меня личное ощущение, что ограничения из-за коронавируса принесли больше вреда, чем, собственно, сам коронавирус. Ну, это надо по статистике считать, ну, вот так смотря по разным странам, как-то вот такое ощущение складывается. Тем более, что, строго говоря, сейчас коронавирус продолжается, а ограничения сняты, и что, где вымирание человечества, что-то я не видел вымирание человечества. Вот поэтому бояться, что из вещной мерзлоты вытает какой-то там, не знаю, там, амеба и всех сожрет, ну, это полная чушь. Если у нас в стране из-за глобального потепления потает вещная мерзлота, у нас появятся немеренные прорвы замечательных пахотных земель. У нас вообще страна на две трети покрыта вечной мерзлотой. Я человек, как выросший просто на вечной мерзлоте в городе Чите, у меня вот дом, в котором я жил, там свои забиты в вечную мерзлоту. Там она не повсеместная, она очаговая, но вот мой конкретный дом стоит просто на вечной мерзлоте. Я за то, чтобы она растаяла. Вот. Я хочу, чтобы у моих детишек уши не отмерзали зимой, а чтобы они жили в субтропиках. Когда-то в Чите, в Меоцене, были субтропики, и обезьяны жили, и черепахи, там все такое. Я хочу, чтобы снова так было. Говоря об экзотических животных, вот в вашем блоге последнее путешествие, о котором вы рассказывали, была Африка. Посоветите наших зрителей, что вам понравилось больше всего, где-нибудь, может быть, осталась ваша душа в этом путешествии. Что вас зацепило? Ну, там не один я путешествовал, видеть лектора, и читаю им лекции. И с одной стороны, там очень здорово, ну, как бы экзотично. А с другой стороны, я бы всех насильственно, не только богатых туристов, а всех бы поголовно еще в школьном возрасте возил в такие страны, чтобы они потом не ныли, как плохо живется у нас. У нас, да, есть зима с сугробами, если там за окошко посмотреть, но такой жести, как там, у нас нет. Местами там красиво, тут не отнять как бы, там красивые пейзажи, горы, море, пингвинчики, все дела. А с другой стороны, конечно, большинство народа, там 90% живет в трущобах каких-то совершенно жестяных, вот в буквальном смысле из жести сделанных. Преступность какая-то зашкаливающая, что вот по этой улице ходи, по этой не ходи. И вот я не хочу, чтобы у нас так же было. Вот, чтобы красиво так же, да, а чтобы вот социум такой был, нам не надо. Вот последняя поездка, вот только что я там, да, полмесяца назад вернулся из Южной Африки, и ЮАР это вот один из апофеозов, потому что здесь цивилизация, и все красиво, прямо отполировано, блестит и там, да, пахнет хорошо. А вот прямо там квартал в сторону, и там уже какие-то жуткие трущобы, куда даже подходить близко не рекомендуется. Не то, что заходить туда, а даже приближаться туда не надо. Вот, и оно ничем не разграничено. То есть вроде как апартеид отменили там в каком-то 94-м, что ли, году. А на самом деле он не то, что остался, его хуже он стал. И все местные жители, включая там и жители бывших Бантустанова, да, теперь трущоб, и жители там какие-то супер этих крутых районов там белых. Ну вот все говорят, что апартеид это, конечно, было плохо, но жилось тогда лучше. И вот если при апартеиде жилось лучше, чем сейчас, это как бы показатель, что сейчас вот что-то совсем неправильное. Вот, и это не только в ЮАР такая история, на самом деле много где, поэтому в нашей стране хорошо. Вот я говорю, ездить в такие поездки приятно, чтобы понять, что как у нас это здорово на самом-то деле. И вот я все более мега-патриотичным становлюсь с каждой такой поездкой на самом-то деле. А природа, да, прекрасная. Вот, я бы присоединил ЮАР к нашей стране, и они, я думаю, были бы несчастливы тоже. Была бы там какая-нибудь ЮАРская республика, и было бы хорошо. Вот, потому что там масса всего, ну а мне-то, как палеонтропологу, естественно, интересны были места, где найдены все этические находки. Мы там были в Малапе, мы были в Гладисвэле, но вот в Гладисвэле там не очень интересно, хотя пещера такая эффектная, отдельный вид, австралопитекус Сидиба, и вообще там весь район, там Стеркфонтейн, Крамдрай, там Диналеди, там Райзинг Стар, который тоже просто праздник какой-то. Ну, я догадываюсь, что вам, может быть, эти слова ничего не говорят, вот если какой-нибудь там антрополог сейчас меня слушает, у него прямо там цветочки вышлах распускаются, потому что это лепота. Вот, это, ну даже там местность она называется, там Колыбель Человечества, оно они так пафосно назвали для туристов, ну и в какой-то степени оно так и есть, хотя оно Колыбель не нашего немножечко человечества, а как бы таких параллельных человечеств, что-то даже прикольнее. Ну вот, и там супер-супер находки, ну и вообще посмотреть все это живьем было очень приятно и интересно, потому что, ну, когда все это читаешь в статьях и смотришь на картиночках, оно всегда выглядит не так, когда вблизи все-таки иначе. Ну вот, я себе пейзаж местный представлял вообще по-другому, даже когда вот фотка была, я вот как-то видел другое, а сейчас посмотрел, как оно на самом деле выглядит и понял, что не так оно. Вот это важно, это полезно. Ну вот. С точки зрения находок, что конкретно вас заинтересовало, расскажите. Ну, я там не в раскопках, не на раскопках участвовал, а все-таки был лектором при туристах. Вот, но вот, собственно, пещера Малапе, ну, она такая условная пещера, такой провал на самом деле, где-то внизу пещера есть, но в ней еще просто не докопались. И там найден австралопитекс Егиба, это особый вид древних людей, который жил 2 миллиона лет назад и который специфичен тем, что он пошел не той дорожкой. То есть это время, когда из австралопитеков появлялись люди, хомо, и у нас росли мозги, и здесь становилось трудовой, мы начинали делать орудия труда. А вот эти вот австралопитеки Сегиба не стали делать орудия труда, у них пальцы обратно искривились, что вообще как бы для гоминид не характерно. Ну, это обезьяни вроде как черта, и у нас-то они всю жизнь выпрямлялись, а у них обратно согнулись, и мозги у них не выросли, хотя там структура поменялась, а зубы при этом уменьшились больше, чем у нас. То есть маленькие зубы это вроде прогрессивная черта, и у них даже меньше, чем у нас. То есть они по зубам прогрессивнее, это 2 миллиона лет назад. А у них, видимо, были потомки, там пока еще и не 100%, но хомо на леди, которые там же примерно найдены, в этой же местности, только на другой пещере, и они намного позже. То есть если Сегиба это 2 миллиона лет, то на леди это уже 300 тысяч лет назад, а может даже и 200, а может даже еще меньше местами. И у них еще более кривые пальцы, еще более мелкие зубы, а мозгов чуток побольше только. То есть если у Сегиб там 420 грамм, то у этих там 500-600. Ну, а у нас мозговой рубикон, то есть граница от обезьяны начинается там с 700, а у них 600. Как у обезьяны, фактически мозги. И это все вместе, это прямо обалденно. Так что вот эти южноафриканские находки показывают, что эволюция может идти разными путями. Ну, в принципе, это и раньше было известно, но всегда приятно, когда есть вот такие классные наглядные подтверждения. И одно дело, когда эта эволюция идет другими путями, где-нибудь там на островах Индонезии, там на Флоресе, на Лусоне каком-нибудь, там на Яве, а другое дело в Африке, где, ну, вроде вот и люди возникали. То есть даже в одних и тех же примерно условиях она может идти не одинаково. Ну, что опять же, в общем-то очевидно, потому что есть, например, ну, в той же Саванне павианы, которые эволюционировали совершенно параллельно с нами, но они павианы, а мы люди. Или там, не знаю, в Центральной Африке есть обыкновенные шимпанзе очень резко различаются, а живут в примерно одинаковых условиях, там, ну, в мелочах там отличаются условия. И это прикольно. Это показывает, что к одним даже и тем же условиям может присутствовать сильные и не одинаковые, что хорошее поучение нам на будущее. Потому что, если мы хотим не вымереть, как вот эти все там сидибы на леди, там кто-то еще хотим эволюционировать дальше, нам надо это дело учесть. То есть посмотреть, что случилось там с неандертальцами, какими-то хоббитами, там пятыми-десятыми, что они делали неправильно, почему они вымерли. И нам так не делать, а нам делать хорошо. Как делали наши предки, пока мы сном. Но они это делали несознательно. И, кстати, значительная часть родственников, даже очень близких, кто тоже регулярно умирал. Но вот непосредственно наши, по факту нашего бытия, все делали хорошо и правильно. Вот надо это все дело изучить и продолжать в том же духе. А не повторять ошибок. Как сказал Станислав, научный туризм действительно интересная вещь. Многие поколения открывали для себя что-то новое каждый раз, отправляясь в экспедиции. Об этом композиция Юрия Висбора «Третий полюс». Когда перед тобою возникает Красивая и трубная гора, Порой такие мысли проникают, Что снова нам в поход идти пора. И мы выходим в мир суровый этот, Где суждено не каждому пройти, Где видно, как качаются планеты На коромыслие млечного пути. Туда не занесет Ни лифт, ни вертолет И Не покажут важной бумаги Туда, мой друг, пешком И только с рюкзаком И лишь в сопровождении Отваги Туда, мой друг, пешком И только с рюкзаком И лишь в сопровождении Отваги Подобные находки на территории нашей страны были? Конечно, естественно. У нас есть Самые древние, это тоже по 2 миллиона лет На юге Вот в Ростове-на-Дону Есть такая левенцовка Там, правда, нет самих костей пока Но есть следы орудий на костях То есть люди там точно жили Но еще чуть южнее Только это уже не совсем у нас в стране В Грузии Хотя первую находку нашли еще при Советском Союзе Так что, в принципе, тоже у нас И там есть 5 черепов в итоге красивых людей Там тоже по 2 миллиона лет Потом у нас там с перебоями жили 5-10-е Но больше всего найдены неандертальцев И самые вот такие И чисто наши суперэкзотические Это Денисовцы На Алтае В Денисовой пещере И недавно еще там новую пещеру нашли Но там, правда, пока только ДНК Но, тем не менее И они же еще жили в Китае Ну, а, видимо, и дальше куда-то Но дальше там уже тумань все теряется А вот такие чистокровные, идеальные денисовцы Это наши родные из Денисовой пещеры И вот Деревянка Есть такой академик И Шуньков Его сотрудник Сподвижник Вот они все это дело копают Строительное Уже много лет, на самом деле Расшифровали ДНК Доказали, что это именно Отдельный вид человека Это обалденно То есть, на самом деле Далеко не в каждой стране И даже далеко не на каждом континенте Есть свой вид человека На нас есть И у нас еще такие возможности Такой потенциал обладенный Что прямо всех Зовем в археологию Вот приезжайте к нам в Фаталево У нас в Фаталево Идут раскопки Мы приглашаем Научных туристов У волонтеров там уже перебыток Может быть А в качестве новых туристов Приезжайте Мы всех зовем Ведь конкретно во время ваших экспедиций Какие были открытия И большие находки? Ну вот ближайшая Которая произошла Этим летом 2023 года Собственно в нашем Фаталево родном Нашлось самое крутое Искусство неандертальцев За всю историю изучения Неандертальцев Вот их там где-то 150-200 лет изучают И вот круче Никто еще ни разу не находил Там со времен Я не знаю Какой-нибудь там Буш и Диперт И там всяких таких персонажей Уже там полумифических И вот нашлась Косточка вот такого вот Размера и формы Вытянутая С царапулькой Которую неандерталец С кремневым орульем Вот так вот прокорябал Он нарисовал такой зигзаг Там еще маленький зигзаг По бокам такие скобочки Ну видимо круг был исходно И там еще такие черточки добавил Вот И сбоку еще две такие штучки Так что в итоге получается То ли бизон То ли мамонт То ли там Чего он хотел изобразить А может быть Он и ничего особо не хотел изобразить А просто корябал Но такой композиции Сложной Для неандертальцев Не было еще никогда То есть до сих пор Вообще Образцов неандертальского творчества Было там От 20 до 40 Ну смотря там Что принимать за творчество И как бы таких четко выраженных Ну и не знаю Там даже меньше 20 Ну чтобы прям таких ярких Красивых И вот это самое крутое Где есть и зигзаг И скобочки И черточки И маленькие черточки Еще и не в один присед Все это сделано И неандертальц был какой-то могучий Вот сейчас как раз в январе Когда делали тросологические эксперименты Нам не удалось Даже на коровьей кости Такими же в точности орудиями Из такого же кремня Никто не смог так накорябать А неандертальц смог То есть они были очень крутые И вот сейчас изучается все это дело Первая публикация уже была В декабре Это события Стругая мирового значения То есть такие открытия бывают Ну вот пока оно первое Вообще за всю историю неандертальцев То есть искусство было Но все было гораздо более убогое А это прямо круто-круто Ну буквально там раз в 200 лет Типа такое бывает Ну а учитывая, что вся наука 200 лет То в принципе единственное первое И неповторимое событие Мы будем продолжать раскопки Опять же вот приезжайте в июле Глядишь еще что найдем Там в принципе на километр Кажется все тянется стоянка Мы каждый год копаем По маленькому кусочку Но там еще вглубь неизвестно Насколько То есть это в длину километра Вглубь никто не знает просто Ну вот мы потихонечку расширяем И еще 100% там что-нибудь найдется То есть в Брянске 80 тысяч лет назад Жили на данный момент Самые творческие неандертальцы Брянск может гордиться Станислав Владимирович Благодарим вас За такие интересные Рассказы и научные открытия Желаем вам новых успехов Новых открытий И всего самого хорошего Спасибо А для вас и для наших зрителей Я хочу подарить песню Я совсем не был с ним знаком Но о друге мечтал таком Что меня не продаст тайком Хоть его жги огнем У дороги цветком таким Он назло многим рос другим Вы вокальных дел мастаки Не споете о нем Совпадая с фамилией Наказуя и милуя Вверх стремился он с силою Что не выразить мне Субтитры создавал DimaTorzok